МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Игрушка неизменный спутник ребенка с первых дней жизни. Ее специально выбирают родители, чтобы научить его чему-то, показать, как нужно себя вести в разных ситуациях. Именно от того, какие игрушки выберут взрослые для своих детей, зависит в дальнейшем их будущая жизнь. Куклы, мишки, машинки, роботы. Сегодня на полках магазинов царит такой выбор, что запутаться в нем немудрено не только детям, но и взрослым. В былые времена все было иначе. Игрушек было, безусловно, меньше, они были более однообразными и простыми. Но и ошибиться с выбором тогда было гораздо сложнее. Сегодня ситуация совсем другая, и зачастую выбор магазинах ставит родителей в тупик и иногда провоцирует покупку, мягко говоря, странных игрушек. По мнению российских специалистов, 80% игрушек, которые продаются у нас в стране, не соответствуют требованиям детской игры. Отчасти потому, что правильные игрушки зачастую незаметны среди кричащих, ярких и привлекающих внимания. Итак, тема нашей сегодняшней передачи — «Игры, в которые играют дети». Снять печати недосказанности с этого вопроса нам помогут эксперты. Педагог Маргарита Семина. И наш постоянный эксперт, психолог Светлана Александровна Шевлякова. Первый вопрос я задам психологу. Процесс игры. Что он значит для ребёнка? Насколько он влияет на формирование его как личности? Я могу сказать, что процесс игры — это основной механизм формирования личности. Нужно сказать, что психологи говорят, что с года до 7 лет у ребёнка основной вид деятельности — это игра, при которой в игре у ребёнка формируется модель мира, развиваются все его психические процессы, и эмоциональные, и интеллектуальные, развивается его социальный интеллект, развивается его саморегуляция. То есть мы можем сказать, что какие игры играет ребёнок, то есть игры являются отражением модели мира ребёнка, и модель мира является отражением игр. То есть, получается, играя, он понарошку проигрывает какие-то ситуации, которые, возможно, когда-то будут в жизни. И многие родители, несмотря на это, считают, что самые лучшие игры — это те, которые научат ребёнка в первую очередь читать, писать, вот такие вот развивающие. Насколько это правильно? И вообще, какие игрушки самые лучшие? Те, которые учат, прям вот так назидают, или те, которые, может быть, учат ребёнка общаться? Ну, я хочу сказать, что, во-первых, самые лучшие игрушки — это развивающие. На втором уровне стоят игрушки обучающие. На третьем уже развлекающие, и на четвёртом — это лечебные игрушки. То есть, получается, царит такое многообразие видов игрушек. Да, есть такое многообразие видов, но я не буду уже рассказывать, что развивающие игрушки, естественно, мы все знаем, что ребёнок в процессе развивающих игр, он принимает сам решение, решает сложные какие-то для себя какие-то вопросы, сам принимает решение. Обучающие — это, естественно, передача какого-то опыта, это азбука, это счёт и так далее. Вот, или, допустим, какие-то модели отношений, или модели социальных отношений. А вот лечебные, развлекающие игрушки — это игрушки, которые дают детям свободу, отдых. Ну, а лечебные — это те игрушки, которыми пользуются психологи и педагоги. Когда у ребёнка есть какой-то конфликт или травмирующие обстоятельства, то во время игры ребёнок отрабатывает эти проблемы, психосоматические расстройства и излечивается из них. Вот как раз у нас педагог сегодня присутствует в студии. Маргарита, поясните, расскажите нам подробнее о типах игрушек по возрастам детским. Какие вот из этих перечисленных типов игр характерны для какого возраста и, точнее, даже больше полезны? Я как идейный вдохновитель и организатор вальдорфского садика могу сказать, что это с точки зрения вальдорфской педагогики. В ней выделяется ориентировочно три этапа возрастных, при которых ребёнок сам себе выбирает игрушки. Первый этап – это от рождения до трёх лет. Считается, что ребёнок, родившись на свет, готов постигать и впитывать всё окружающее пространство, которое создано родителями, создано теми людьми, которые его окружают. И в этот период, в период от рождения до трёх лет, ребёнок акцентирует внимание на то, чтобы максимально использовать свою волю в испытывании этого мира на вкус, на цвет, на ощущения, на осязание. Ему интересны такие игрушки, которые могут сыпаться, которые он может ощущать, которые он может попробовать на вкус. Когда взрослеет уже ребёнок? Когда взрослеет второй период, это с трёх до пяти лет, ребёнок, уже впитав ту атмосферу любви родительской, он может уже на основании этого выбирать себе игрушки именно природного происхождения. Здесь мне хотелось бы очень посоветовать родителям максимально создать атмосферу природы, природосообразности для ребёнка, поскольку для него самое важное – это живые игрушки, созданные природой. Это игрушки, которые несёт нам сама природа. То есть это могут быть какие-нибудь палочки, песок, вода, каштаны, орехи. Всё, до чего ребёнок может безопасно дотронуться, попробовать на вкус и ощутить. В принципе, дети сейчас стремятся выбрать себе другие игрушки. Вот мы даже сейчас видим, всё-таки это что-то такое, то, что они видят, может быть, в рекламе ещё где-то. И даже не столько они сами, сколько родители выбирают игрушки. Есть, может быть, какие-то требования, точнее антитребования, какой игрушка не должна быть для ребёнка? Что я могу с уверенностью сказать, она не должна нести на себе сатанинский образ, если можно так выразиться. Современные игрушки, которыми сейчас наполнены все наши прилавки, магазинов, практически несут образ агрессии, образ безнравственности, бескультурности. Просто неестественные для ребёнка, неестественные для его природы образы. Я бы хотела ещё поддержать нашего эксперта и хочу сказать, что игрушки, они должны быть эстетичны, во-первых. Они должны содержать в себе такое понятие, как красота. Красота. Они должны быть привлекательны в этом плане. Они должны быть в смысловом плане привлекательны, потому что игрушки сейчас... Я хочу сказать, что от двух до пяти лет 70% производителей детских игрушек — это наши отечественные производители. А уже после пяти и далее 70% производителей — это зарубежные производители. Естественно, они ориентируются на свои ценности и на свою индустрию. И они не учитывают ценностные ориентиры детей, их ещё не окрепшую психику. Для них важна эта экономическая выгода. И поэтому... Культура потребления. Конечно, культура потребления. И поэтому эти игрушки носят вот такой не наш характер. Не подходящий для наших детей. Да, не подходящий для нас, такой не наш менталитет, я бы так сказала, российский. И плюс к этому я ещё хотела сказать, что игрушка должна быть безопасна и в технологическом смысле, в механическом, да, ну и, конечно, смысловом. Спасибо. Итак, мы пришли к выводу, что выбор игрушки — это действительно очень ответственный момент. Но что делать, если ребёнок с выбором родителей не согласен, если он не хочет играть в так называемые правильные игрушки, а хочет куклу такую же, как у соседки или робота из рекламы? Итак, сегодня у нас в гостях те, кто решил этот вопрос, впрочем, и продолжает решать. Встречайте, Марина Соловьёва и её дочь Виктория. А другие юные участники нашей программы пришли к нам в гости со своими игрушками. И я хочу, чтобы они рассказали о них. Скажи нам сначала, как тебя зовут? Лиза. Лиза, я вижу, у тебя три разных куклы. Ты со всеми с ними играешь, да? Да. А какая из них тебе больше нравится? Почему? Мне из них больше нравится лагуна, потому что она самая клёвая. Ну вот я смотрю, она очень такого странного. Она не похожа-то на девочку настоящую, но странного цвета. Почему она такая зеленоватая, зелёная? Потому что она чудовище. А монстры, они же злые, нехорошие. Но эти монстры добрые. Итак, кукла хоть и клёвая, но довольно странная. Вообще кукла символизирует человека. Для ребёнка, именно играя с куклами, ребёнок учится воспринимать других людей, учится каким-то психологическим моментам. А возможно ли, чтобы кукла была вот такой, которая была бы монстром? Ну, конечно, с нашей точки зрения, с точки зрения психологии, педагогии, конечно, нет. Но вот дети у них... Почему им это нравится? Почему нравится? Всё-таки я вспоминаю своё детство, как-то не было такой. Может быть, потому что не было кукол таких? Естественно, не было таких кукол. Дети, они впитывают окружающий мир таким, каким преподносят им взрослые. И взрослые преподносят таких кукол-монстров, как добрых. И дети воспринимают естественным образом, что монстр... И они вкладывают понятие «монстр» в совсем другой смысл, не такой, как вкладываем мы. Поэтому дети и тянутся к таким куклам, и индустрия детская, она как раз рассчитана на то, чтобы изменить отношение ребёнка к добру и злу. То есть я уж не говорю о том, что куклы такого образа, а то, что они для этого ребёнка ещё и носят гендерные такие отличия. Там грудь, ещё, извините, могут половые органы приделать. Вот, у них неестественный цвет волос. И дети, у детей искажается реальность восприятия. Это очень опасно, поскольку это грозит, конечно, невероятным. А Лидия говорила, зло подавляя в зародыш. Я думаю, как раз к этому очень хорошо подходит. Дети, таким образом, общество влияет, да, СМИ влияет на детей, индустрия влияет, и дети воспринимают это как естественным образом. Да, если ребёнку сказать на грушу, который никогда её не видел, это яблоко, он будет воспринимать это яблоком. Лиза, я тебя попрошу показать свою куклу нашим экспертам сегодняшним. Иди сюда. Вот эту твою самую любимую. Насколько известно, это Monster High, да, серия? И она не одна такая. Вот давайте, что скажут наши эксперты по поводу вот такой вот красавицы. Мне очень не хочется расстраивать Лизу. Она такая замечательная девочка, и она ни в чём не виновата. Но я вот хочу обратить внимание, что Лизе 6 лет, да, 6 лет. А этой кукле, посмотрите, она уже подросток, да, у неё обозначена грудь, да, у неё обозначены длинные ноги, шорты, попочка так выделена, руки, все эти украшения, очень раскрашенные глаза, что не свойственно, да, для детей этого возраста, волосы, вот так, прическа экстравагантная, вот, и неестественный цвет волос. И кожа тоже, насколько я вижу. Кожа, неестественная кожа, вот, глаза, брови сиреневого цвета. То есть, посмотрите, вот, конечно, ребёнок воспринимает это как монстр. Он не даёт, не вкладывает в такое, в это слово, такое значение, которое знаем мы. Потому что монстр, монстр — это зло. Он говорит, это монстр добрый. То есть, посмотрите, насколько нереальный... Он добрый почему? Потому что красивый и всё-таки есть... Нет, не потому что красиво, потому что сказали так Лизе, что это монстр, и он добрый. И ребенок воспринимает, он очень доверчивый, он доверяет то, чему говорят, он всему доверяет, и он воспринимает его добрым. И чем это опасно? Тем, что когда ребенок воспринимает искаженную реальность, а кроме этих кукол могут быть еще лягушки пушистые и белые, и очень много различных игрушек, которые не соответствуют реальности, у ребенка искажается модель мира. Многие из этих кукол продаются, откровенно, они лежат вместо коробки в гробах, и к ним продаются специальные аксессуары, целые домики, где кукла живет в таком антураже, ложится спать в тот же самый гроб. Как вот быть с этим? Получается, что не только сам этот образ прививается детям, но и сам этот ритуал. Маргарита, я бы хотела, чтобы вы это прокомментировали, насколько это нужно, как с этим вообще бороться родителям. И нужно ли, если ребенок говорит, а мне нравится, мне хорошо, мне интересно. Как уже было сказано, вся эта индустрия работает на подсознательную подмену ценностей, добра и зла. Что можно посоветовать родителям в данный момент? Это, если уж дошло до того, что ребенок выбирает такие игрушки, просто искренне и душевно поговорить с ребенком о том, что ему нравится в этой кукле, а что ему нравится, может быть, в той кукле, которую может предложить ему родитель. Это могут быть его игрушки, которыми играл родитель в детстве. И попробовать вместе с ребенком выявить те положительные стороны той старой игрушки, с которой играл родитель. И если ребенок начнет ориентироваться на положительные стороны той другой игрушки, доброй игрушки, хорошей, возможно, ребенок переключит свое внимание на то доброе, нравственное и начнет свое движение в лучшую сторону. Повторюсь еще раз, выбор игрушки – дело чрезвычайно ответственное, и лежит оно целиком на плечах родителей. Игрушки, с которыми они когда-то играли сами, у нас тоже есть сегодня, они очень милые. Это мой Мишке 35 лет, он так и не получил своего имени, он так и называется просто Мишка. Это тоже имя. Его штанишки сшиты тогда же лет 35 назад, моей мамой, Аленкиной бабушкой. Аленка увидела, что я сегодня его взяла на программу и сказала, что я пойду только с ним. Малочка, Малочка, я его назову. Она еще взяла с собой другую игрушку, но оставила на подоконнике под солнышком. Сказала, нет, я пойду только с этим Мишкой. Как назовешь? Узочек. Пусть будет. Еще вот у нас я вижу ослик, тоже потрепанный временем, наверняка ему очень-очень много лет. Это ослик моего папы, он играл им тоже 35 лет назад. А ты сейчас им играешь? Да. А почему? И ведь есть всякие монстр-хай, которые интереснее, чем ослик, наверное. Просто всем по-разному играю. Один день таким, другой день таким. Ульяна, а ты что расскажешь про свои игрушки? Ну, у меня есть любимый Мишка, его зовут Бележонок. А он получил такое название, потому что он весь белый. С ним постоянно провожу время, когда со школы приду. А куклы у тебя есть? Я куклами очень деткой играю. Ну, все-таки есть они, да, наверное? Ну, да. Они какие? Миленькие. Тоже страшные? Да. А почему? Потому что уже все волосы потрёпаны. Ну что же, я думаю, время дать слово нашим гостям. Сейчас мы говорили, опять же, о выборе игрушек, когда это делают либо дети, либо родители. Марина, я знаю, что у вас трое детей разного возраста. Как у вас обстоят дела? Как вы выбираете игрушки для них? Или они сами? Ну, чаще всего, конечно, руководствуясь выбором игрушек на определенный момент, так как дети, интересы их меняются каждый день практически. Вот, поэтому, что в данный момент интересно, если, поэтому идём выбираем игрушку, но не покупаем, конечно, игрушки, которые, я считаю, достаточно такими, как Монстр Хай. И, ну... Вика, а какие тебе нравятся игрушки? Какие куклы, какие мишки? Ну, вот вы с мамой идёте в магазин? Барби мы покупаем. Что там ты выбираешь? Мы покупаем Барби. Дом для Барби. То есть больше, наверное, к принцессам, да, тяготеть? Больше, да, к таким принцессам. Ну, человек творческий, Виктория у нас, поэтому она больше рисует, поёт. То есть и куклы у нас... Что больше даже такая активность. Да, то есть у нас больше даже логические какие-то мы покупаем, игры, игрушки, даже игры, конечно. А сколько тебе лет? Семь. А есть ли какие-то принципы, я думаю, сейчас уже и развивающих много, да, всяких обучающих, точнее, даже игрушек покупаете. Есть ли какой-то принцип, которым вы руководствуете, какой-то основной? Ну, чтобы игрушка была, конечно, хотелось бы функциональная, много приносила радость ребёнку. Ну, как-то, чтобы был в ней, конечно, какой-то смысл. А вместе с ребёнком вы играете или просто оставляете наедине с игрушками? Ведь это тоже очень важно, сам процесс игры. Ну, да, сам процесс игры важен. Ну, у нас самый младший, у нас 3,5 месяца, естественно, постоянно с ним играем. То есть какие сейчас у нас погремушки и так далее. Развивающие игры как раз начинается самый интересный возраст со средней. У нас с Викторией, ну, она человекоактивный, поэтому сама постоянно вовлекает в игру. То есть ей тяжело отказать, то есть постоянно просит поиграть с ней. Вот. Ну, а старшему ребёнку уже 11 лет, он достаточно самостоятельный, не требует с ним проводить время. Игрушки приходят по наследству от детей. Ну, если только машинки, так как у нас больше. Вот сейчас вы сказали вначале, что приходится много покупать игрушек, достаточно часто. Отчасти от того, что дети просто из них вырастают. Отчасти потому, что всегда хочется что-то новенькое. Вспомнить, если там моих родителей, например, даже и меня там в более раннем возрасте, было несколько таких любимых игрушек. Это тоже такой же потрёпанный плюшевый мишка с грустными глазами большими. А сейчас детям хочется всё больше и больше игрушек. Они не могут остановиться, такая культура потребления. Пытаетесь ли вы как-то своих детей ограничить? Да, конечно, потому что если они просят каждый день всё подряд, потому что всё, что видят на витринах, можно брать всё. Ну, конечно, ограничиваем, потому что многие игрушки уже, которые есть, достаточно их много, не стоит покупать каждый день одно и то же. Я согласна, потому что у ребёнка должна быть какая-то необходимая недостаточность, я бы так сказала, избыток и пресыщение. Оно отвращает от игрушек, и ребёнок перестаёт ценить то, что у него есть. И тогда включается механизм потребления, не развития, а потребления. И какого-то накопления у ребёнка не развивается тогда. Маргарита, а что вы думаете насчёт любимых игрушек? Должны они быть у ребёнка? Любимые, конечно. И более того, мне бы очень хотелось добавить по поводу того, почему дети каждый день хотят чего-то нового. На самом деле это чувственный, эмоциональный голод, поскольку к игрушке нужно подходить с творческой стороны. То есть у ребёнка, глядя на игрушку, должны возникать его собственные творческие импульсы. Итак, мы пришли к выводу, что игрушка в первую очередь должна развивать у ребёнка творческие способности и психологические. И игрушка ни в коем случае не должна вызывать агрессию. Я вижу, у нас есть мнение зала как раз по поводу того, что мы сейчас обсуждали. Здравствуйте, Юрий. Вопрос у меня следующий. А где здесь происходит размытие добра и зла? Вот, допустим, они вот этого монстра, хотя я называю этого монстра, наделяют какими-то добрыми качествами. То есть мне кажется, что они таким образом, дети, они становятся умнее нас, и они уже учатся не видеть, делить мир на чёрное и белое. В ваших словах есть доля истины, да, тем самым они снимают с себя страхи, когда они монстриков делают добрыми, и они их не боятся. Но уход от реальности, он не избавляет потом взрослого человека от реальности, потому что это только в воображаемом мире монстр может быть добрым. А в реальном мире монстр злой, и есть добро и зло, от него никуда не деться. И детям нужно это знать и понимать. Это раз, да, нужно объяснять обязательно, что такое понятие монстров. Потому что если он в жизни встретится с монстром и будет воспринимать его, он же добрый, он тогда очень сильно пострадает. Я говорю вот в этом плане, что дети уходят от реальности в свой вымышленный фантастический мир. И это очень не совсем здоровое состояние ребёнка, потому что он потом дезадаптируется в реальном мире. Вот об этом я говорю, о том, что в этом есть проблема. Ребёнок должен понимать и быть в реальности. Он должен понимать, что это только сказочные, вымышленные герои. И, безусловно, я хочу ещё раз подчеркнуть, что психологи рекомендуют, чтобы, допустим, в играх ребёнка, в игрушках ребёнка были и несколько отрицательных героев. Почему? Потому что ребёнок должен тоже проигрывать модели добра и зла у себя в своих играх. Что добрые его игрушки побеждают, а плохие, злые, некрасивые игрушки, они будут терпеть фиаско, я бы так сказала. Но плюс к этому ещё в ребёнке, так как у ребёнка психика неокрепшая и модель мира не сформирована, у него должно быть чёткие понятия, что такое красиво, что такое некрасиво, что такое плохо, что такое хорошо, потому что у нас такой менталитет. Дать эти понятия задачу родителей. Кстати, один из способов выяснить, наверное, модель мира, даже психологическое состояние ребёнка, это дать ему порисовать. Я думаю, сейчас, пока наши юные герои совсем не заскучали, я думаю, мы дадим им раскраски, карандаши и бумагу. Я вас попрошу нарисовать животное, которое не существует на земле. Да, проходите за кулисы. Пока наши юные гости будут заняты другим делом, хотелось бы продолжить тему игрушек. Сейчас нельзя обойти стороной тот вопрос, что игрушкой часто становится компьютер для детей всё в более-более раннем возрасте. И, наверное, этого избежать сложно, и, возможно, родители как-то могут отложить этот момент, когда ребёнок знакомится с компьютером, но по разным причинам этого не делают. И многообразие компьютерных игр, в принципе, может сбить с толку. Как и ребёнка, так и взрослого. Педагогично ли доверять компьютеру воспитание ребёнка? У меня на этот вопрос однозначный ответ нет. Вот. И, по крайней мере, до 7 лет определённо ребёнка около компьютера, и, мне кажется, даже около телевизора делать нечего. Вот. И у ребёнка появляется, когда он видит, если родители садятся за компьютер или телевизор, и у ребёнка появляется такое же отношение, как и у родителей, к данному виду техники. Что это хороший способ провести время. Давайте посмотрим, что могут зачастую дети увидеть в компьютере у родителей, и, в принципе, никак доступ бывает не закрыт к таким играм всевозможным, когда кровь, когда ходят какие-то зомби, страшные монстры. Как это может повлиять на психику? Чем опасно увлечение родителей, которое передаётся детям? Вот, увлечение компьютерными играми. Ну, мы говорим вот об этих компьютерных играх, не о развивающих. Они разные, да, но вот часто никто не делает выбора, просто игра и игра. Просто берут, и всё. Но есть компьютерные игры развивающие, и они очень полезны, если это всё делать с умом и в ограниченное время так, как рекомендуют специалисты. Но есть игры вот такой направленности, которые демонстрируют насилие и убийство, и так далее, и так далее. Поэтому вообще это опасно психическими расстройствами. Я объясняю это тем, что у ребёнка очень слабая психика, она неустойчивая. Конечно, она ещё не окрепшая. Она не окрепшая. И мало того, что у детей возникает в процессе развития, и окружающая его среда может быть очень разная, она может быть даже сама по себе агрессивная, у ребёнка возникает такое личностное свойство, как тревожность. Как здесь родителям быть тогда? Какая-то грамотная позиция, которую он должен занять? Родителям обязательно нужно управлять развитием своих детей. Это ни в коем случае не контроль такой тотальный, где ребёнка давит и ничего не разрешает, но родитель обязан развиваться со своим ребёнком. Он должен знать, какие игры полезные, какие вредные. Есть на сайтах педагогических, на сайтах психологических, есть перечни вредных компьютерных игр. И родители должны иметь перед собой этот список, если они действительно желают счастья и добра своему ребёнку, и хотят, чтобы этот ребёнок был психически здоров. Спасибо. Ну что же, от компьютера, конечно, никуда не деться сейчас, но я соглашусь с рекомендациями психологов и педагогов, что как можно дольше, наверное, стоит всё-таки откладывать этот момент знакомства ребёнка с компьютером, хотя, несомненно, он может многому научить. Мы продолжаем снимать печать и тайн с вопроса выбора детских игрушек. Хочется дать слово аудитории. Как вы считаете, чем должны родители руководствоваться, выбирая, покупая игрушки для своих детей? Здравствуйте. Светлана, студентка. Вот насчёт компьютерных игр. Были показаны скриншоты. Первые две картинки с картинкой жестокости и зомби, они имеют своё возрастное ограничение. То есть первая, она плюс 16, то есть только детям с 16 лет. Вторая, вот про зомби, она датирована плюс 18 лет. То есть это уже чисто выбор родителей. Можно им, если они видят, что плюс 16 лет, вряд ли это плюс 6. Даже игра вот эта, да, но всё равно там ведь побеждают. Если ты проигрываешь, побеждают зомби, если ты проиграл. Они съедают твои мозги. Это нормально? С точки зрения психологии это, скорее всего, ненормально, потому что ты как... Ребёнок понимает, что он проиграл, что он не смог победить, и это давит на него. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Иван. Ну вот я вот, ну, наверное, когда я начал с 12 лет, ну, играть, ну, я больше играл вот такие стратегии игры. Ну, то есть исторические стратегии. Ну, там, вот Сталинград тот же самый, тот же самый, там какие-нибудь исторические игры. Вот я считаю, что нужно больше, конечно, уделять стратегии. Именно, что где-то, ну, например, тот же, где-то, ну, есть такие же стратегии, где можно строить город, например. Есть такие стратегии, где можно, вот, например, история, да, вот Великая Отечественная война, вот Сталинград, то же самое. Играть вот за наших советских... Играть и созидать, наверное, да, больше? Да, 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 да. А в детстве во что играли? До 12-ти, пока с компьютерами. До 12-ти, ну, были солдатики тоже вот такие, ну, там, немцы были и русские тоже были. Вот, также за русских больше побеждали, конечно. Ну, для мальчишек, конечно, да, характерно. Да, ну, и, конечно, Войнушка бегал вот в деревне с друзьями, там, помню, мне папа делал автоматы с дерева тоже, вот, и бегал, бегали там с друзьями. Вот, кстати, хочется продолжить этот аспект. Оружие, всё-таки это характерно для мальчиков, стремление поиграть в машинки, потом в солдатиков, иметь оружие, какой-то макет оружия. Как к этому относятся педагоги? На самом деле мальчики, они от рождения, они воины. В них присуща вот эта вот психология воина и защитника Отечества. Единственное, я хотела бы уточнить разницу между компьютерной игрой в Войнушке и игрой вживую с мальчишками, бегать по дворам, вот, и где-то соревноваться с себе подобными. Когда ребёнок сидит просто за компьютером и играет в Войнушке, он является пассивным всего лишь наблюдателем того героя, который находится на экране. Когда ребёнок играет вживую, он активизирует все свои и физические силы, и умственные, чтобы достигнуть какой-либо цели. И происходит соревнование между своими сверстниками. Вот, и таким образом ребёнок всё-таки развивается, когда он играет вживую. Спасибо. Я вижу ещё есть мнение зала. Здравствуйте, меня зовут Андрей. Я хочу добавить следующее. Ну, живя в современном поколении, к сожалению, сейчас очень трудно ограничить ребёнка от компьютерных игр. Ну да, мы уже сказали об этом сегодня. Да, да, да. И вот хочется... Сейчас лежит большая ответственность на родителей для того, чтобы воспитать правильно своё дитя. Родители должны, соответственно, ограничивать... Ну, скажем так, до шести лет они должны запрещать какие-то компьютерные игры. То есть, правильно развить... Например, вот сейчас «Советская игрушка» — это самое лучшее, что не есть в нашем веке. Например, «Кот Леопольд», «Винни-Пух». То есть, советские мультфильмы желательно смотреть сейчас ребёнку до шести лет. А дальше он просто сам уже будет развиваться и понимать, что происходит в нашем мире. Вот что хотелось бы сказать. Ну, безусловно, ответственность всё-таки за детей полностью целиком лежит на родителях. С этим нельзя не согласиться. Ну, во-первых, спасибо большое нашим экспертам. Я долго думала купить на пятилетие моему ребёнку планшет или нет. Вот у меня есть знакомые, которые так сделали. Теперь ребёнка вообще ничем не увлечь, кроме планшета. Я думаю, что я не куплю планшет. Хотя надо отметить, что моей дочке 4,5 года, и я поймала себя на мысли, что я за последние полгода не купил ей ни одной игрушки. Значит, у нас даже было 8 марта прошло, да, мы на 8 марта купили доску, на которой можно писать фломастерами, потом стирать, и на которой магнитами можно рисунки прикреплять. Так как в детском садике есть вот эта выставка, такая выставочная доска, так и у нас теперь в доме на 8 марта была приобретена вот такая выставочная доска. А игрушки мы мастерим сами, потому что где-то гуляем, находим какие-то палочки, какие-то листочки, вот, и с этими игрушками, с этими куколками она даже спит. Это знакомство с жизнью, получается, с настоящей. Да, по-любому. Какая бы красивая ни была кукла, мне кажется, что надо играть вместе с ребёнком. Тогда будет толк. Ну или чтобы ребёнок в каком-то коллективе играл позитивно, положительно. Вот, кстати, наш коллектив художников, я думаю, уже закончил. Давайте пригласим их сюда с их рисунками. Ну вот, смотрите, у нас несуществующие животные. Я бы хотела, чтобы эти рисунки прокомментировали наши эксперты. Я хочу обратить ваше внимание, вот, что у нас Вика, да, Вика у нас. Вот, посмотрите, пожалуйста, вот, психологи как говорят, вот, если разделить листочек на четыре части, мы делим, да, то верхняя часть — это подъём, да, это активизация. А если рисунок находится в нижней части картинки, это спад, это депрессионное состояние. В данном случае у всех детей, вот, в основном по центру, то есть это норма, да, это нормальное состояние, уравновешенное в этом плане, да. И ещё я хочу сказать, что вот, ну, как вам лучше показать, вот эта сторона у нас эмоциональная, вот сторона левая, вот левая сторона эмоциональная, правая у нас рациональная. В данном случае у нас всё гармонично. Единственное, что я обратила бы внимание, что, во-первых, основа лиловая и прописана. Вот Вике, Вике всегда нужна поддержка и помощь, она должна на что-то опираться, так, да? У каждого ребёнка есть проявление агрессии. Это острые углы, прорисованные острые углы. Вот, дальше глазки, посмотрите, глазки, глазки, они выражают всегда тревогу. Вот у Ульяны, Ульяна, покажи свой рисуночек, посмотрите, как у Ульяны прорисованы глаза. Вот, без всякой обиды, я скажу только то, что можно сказать, чем не обидеть ребёнка. Очень тревожный внутри ребёнок, боишься чего-то? Ничего не боишься? А почему глазки такие большие нарисованные? Вот, чем больше прорисованы глаза и раскрашены, тем больше ребёнок контролирует окружающий мир. То есть он тревожен внутри. Когда есть контроль, значит, есть внутренняя тревога. Ушки, ушки. Посмотрите, у кого есть ушки? Если есть ушки, это значит, у этого человека, у этого ребёнка, для него очень важно, что о нём говорят окружающие. А что сейчас у Лизы? Ну, у Лизы здесь очень яркие краски. Я обратила внимание, что у неё ещё и ремень красный. То есть эта девочка активная очень, очень динамичная. Я думаю, что это лидер, это будущая женщина такая деловая у нас. Вот, что я могу сказать здесь? Пока что она немного смущается. Она смущается, но она, знаете, я хочу сказать, что она очень развита. Если у прорисованного лица, прямо нарисованное лицо у Ульяны, это эгоцентризм. Это, обратите на меня внимание. То у Лизы это сделано в профиль. И в профиль сделано в рациональную сторону. То есть очень девочка с развитым интеллектом. Вот, поэтому вот в этом плане. То, что хвостик в эмоциональную сторону, она очень эмоциональна. Да, она яркая, она очень динамичная. Яркий хвостик. И я здесь не вижу таких сильных острых углов, только единственное, что корона. Ну, мне кажется, наверное, у каждого человека есть какой-то уровень агрессивности. Это защитная функция, она присутствует. А мне кажется, что корона, ведь на предыдущем рисунке тоже была корона. Тоже была корона. Я всегда тоже рисовала короны, потому что ты принцесса и девушка. Я хочу сказать, что все краски очень яркие, позитивные. Очень здоровый, в психологическом плане очень здоровый ребенок. И Алена у нас осталась. И Алена у нас осталась, посмотрите. Ну, что я могу сказать об этом ребенке? Во-первых, здесь распределено все одинаково по всем частям света. И в эмоциональном плане, и в рациональном плане, и в плане немножко в пониженном тонусе, в повышенном. То есть это свойственно для ребенка такого возраста. Этот ребенок настолько, ну, открытый, искренен, весь естественный, да. И посмотрите, какие краски. Все, вся палитра красок присутствует здесь. Поэтому, что я могу сказать? Здоровый ребенок. Это счастье матери. Вот. Я хочу сказать, что наши дети в основном, слава Богу, психологически благополучны. Ну что же, по традиции, в финале нашей программы хочу дать заключительное слово экспертам. Все-таки три главных правила, которые помогут родителям выбрать правильные подходящие игрушки для своих детей. Первое правило – это покупать игрушки, соответственно, возрасту. Обращайте внимание на отечественные игрушки. Они очень замечательные у нас. И у каждой игрушки прописано возрастное ограничение. Даже если ребенок потянулся к игрушке, и мы знаем, что она ему нравится, посмотрите все-таки, на какой возраст рассчитана эта игрушка. Потому что даже если она нравится ребенку, она может навредить, если она не соответствует возрасту, его развитию. Это первое. Второе. Конечно, игрушки должны быть развивающими. Для этого они есть, для этого они существуют, для этого они предназначены, чтобы помочь развиться ребенку, развить его личность. И, наконец, третье, игрушки должны быть безопасны и в механическом плане, и в смысловом плане. Игрушки должны быть реалистичны. То есть, если в механическом плане они должны быть, если размер игрушки должен быть чуть больше кулачка ребенка, это такое правило. Вот. И не должно быть мелких деталей, чтобы он не проглотил, никуда-нибудь не положил себе неположенное место или в нос, или в глаз, или в рот. Игрушки должны быть в химическом плане тоже безопасны. Нужно проверять, потому что есть некоторые игрушки иностранного производства, которые экологически нечистые. Вот. Игрушки должны быть, и если на игрушках есть ворс, шерсть, это тоже нужно обращать на это внимание в зависимости от возраста. И, конечно, в смысловом плане. Мы уже говорили сегодня о игрушках нереалистичных, которые искажают восприятие мира у ребенка. Но они бывают и крайне вредны еще, эти игрушки, потому что, если мы говорили вот об этих куклах-монстрах, то есть еще игрушки, у которых есть даже инструкция, как себя вести. То есть, когда вы поиграетесь, и вам эта игрушка наскочит, а это американская игрушка есть такая, то возьмите ножницы, распарите ей живот и отрежьте ей печень, почки, там и все, и селезенку. То есть, игрушки такого плана есть. Поэтому, конечно, те родители, которые понимают своих детей и заботятся о своих детях, любят своих детей, они, конечно, должны обязательно вот это вот контролировать и смотреть за этими игрушками. Конечно, ребенок выбирает свою игрушку, но этим выбором управляет родители. Вопрос не шуточный, совсем не игрушечный. Заключительное слово вам, Маргарита. Три основных, главных правила. А мне бы хотелось только одно правило. Вот прежде чем пойти в магазин с ребенком за какой-либо игрушкой, подумайте, возможно, вы сами сможете вместе с ребеночком сесть, взять глину, взять воск, взять камешки, взять палочки. Все, что под руку попадется от природы, взятое от природы. И сесть просто с ребеночком и создать вашу собственную игрушку. Она будет самой уникальной, самой дорогой для ребенка, потому что в нее будет вложена душа и ребенка, и мамы, или того родителя, который будет рядом в данный момент находиться с ребенком. И, возможно, вам совершенно не понадобятся никакие ни пластмассовые, ни иные другие игрушки, которые, в общем-то, ничего не несут под собой, кроме как... Эти игрушки, в общем, созданы не вами самими, а созданы другими людьми, которые о вас и о том, что вам нужно, понятия не имеют. А вот те игрушки, которые созданы вашими руками, они самые дорогие, самые любимые. Спасибо. Игры, как и игрушки, безусловно, это важная часть жизни ребенка. Играя, ребенок познает себя, познает окружающий мир, учится чему-то. Помочь сделать правильный выбор — дело родителей. Поэтому всегда стоит быть внимательным как к своим детям, так и к играм, в которые они играют. С вами была Кристина Пугачева. До встречи. АПЛОДИСМЕНТЫ